Всем привет, друзья! С вами Алекс и Механик, и сегодня мы играем в КРМП. Да, всем привет, дорогие друзья! Это серия AmazingRP, ссылочка на серию в описании под роликом. Также там есть наши ники, которые вы можете указать при регистрации, нам за это капнет денежка. Да, именно так. Итак, что же сегодня мы будем делать? Я думаю, что мы будем сегодня обозревать две тачки. Ох, я даже... Михалыч, давай лучше ты скажешь то, что... То, что я вижу. В общем, разъясни ситуацию, чтобы не считали ни меня, дебил, ни тебя. Нет, ну тут невозможно разъяснить нас, в любом случае будут считать дебилами, так что это нормально. Пока они посмотрят видео и у тебя, и у меня. Да, ребят, в общем, чтобы понять вам суть происходящего, вам нужно посмотреть видео у Алекса и у меня. Ссылочки на все есть в описании, так что заходим и смотрим. Итак, так как у меня стоит несколько измененный модпак, то у меня вместо Чайзера, который купил Алекс, у меня BMW. Третья серия вроде как. А, вот так вот тоже, да? Или копеечка, или копейка даже, не знаю, что это за BMW. Так, а ты на чем едешь сейчас? Я еду на двинаре, все нормально. У меня только твоя машина заменена. А я почему-то подумал, что ты на бахе едешь. Не-не-не-не. Кстати, цвета, ребят, цвета мы не подбирали вместе. Это чистая случайность. Да, просто рандом, потому что я купил пацанскую тачку для тюнинга. Ну, сами понимаете, пацан молодой, продал боевую классику, поднакопил чуть-чуть. Бутылок из гаража пустых нас давал. И смог купить двинашку, 16 клапанов, 1,6. Ну, адская мощность. Мазов нету. Куда поедем? Господи, боже ты мой. Давай по кольцу прямо. Давай по кольцу прямо. Я прямо сейчас по кольцу прямо проеду, потому что... Не надо. Надо, надо, я нормально проехал. Это же двинашка, чувак. Ну, ладно тогда. Тогда ладно, тогда можно. Так, я тебя жду. Давай. Она едет хуже, чем боевая классика, твою-то мать. Что же это за говно? Да вот это говно тоже не едет. А как тебе вообще визуально? Ручит у тебя, слушай. Двинашка? Ну, двинашка к двинашке, но рычит прикол. А ты видишь, в чем прикол? Как бы, ну, ничего не смущает. Да, у меня точно так же, задний привод. Нет, ну у тебя-то и должен быть задний. А вот у меня нихрена не должен быть задний. Но, ребят, как вы видите, ничего страшного. То есть, погнали, да, погнали. Раз, два, три. Мне просто нужна была небольшая фора. Слушай, ну, по-моему, тебе надо больше фора. Надо больше форы. Возможно, тебе надо ехать задом, чтобы я смог тягаться с тобой на раунд. Слушай, ну, мне просто нужно остановиться, поссать, ты проедешь. Раз, два, три. Погнали. Во, во, смотри. Ты открылся с горизонта. Смотри, я топю, топю, топлю. Топи, топю. Топю? Я топю. По-моему, ты не можешь догнать. Черт возьми. 42. Не, знаете, вообще, двенашка нормально валит. Покачивает хреново. Ужасно поворачивает, тормозит тоже ужасно. А у меня прекрасно поворачивает, потому что скорость 87 км в час. Это все, это край краев. Выглядит прикольно, кстати. Да, не спорю. БМВ отлично выглядит. А ну-ка. Че ты сделал? Ох, ни хрена себе, как я крыши об дерево ушатался. А где, где ты? Да в кустах валяюсь. Че, ты... За эту аварию лайк однозначно. Мне че-то игра тормози. Снова. Что за говно? А, вон, я тебя вижу, ты справа. Слушай, ну я обошел тебя. Мне игра тормозит. Да ладно. Да. Это все... Оно началось, которое, помнишь, мне игра тормозила? Ну, это все 1080-е. Я предлагаю, знаешь, что сделать? Надо быстренько... Просто какой-то 540. Надо, надо этот... 780 Ti покупать и не париться. Нормальная карточка. Слышите, чтобы... А, ну хотя здесь тоже все на пассивке работает. Я предлагаю тебе куда-то поехать, проверить проходимость этих автомобилей, потому что, ну, на дороге понятно, что ты как бы король, а я... Не, я думаю, просто это сервак не оптимизирован. А, думаешь так? То есть, тачка моя могла бы ехать быстрее, да? Да, и у меня игра могла не тормозить, просто сервак не оптимизирован, поэтому она у меня... Что за жесть? Белый какой-то квадрат этот нашел. О, тут что-то есть. Что там? Какой-то насыпь какого-то говнеца. Ну, вообще, знаешь, вот мне нравится. Мне нравится двенашка, классная тачила. Мне кажется, вот я телочек смогу подцепить у любого клубца. Клубца. У любого клубца. Кстати, могу рассказать историю жизни про клубец и телочек. Давай. Мне интересно. Итак, история от механика. Новая рубрика. Как-то раз... Так я по групповке поехал, если что. Я вижу, да. Я преследую тебя. О, же, давайте поворачивать. О, Михалыч, две дороги. Давай я налево, а ты направо. Доехать бы еще до этих двух дорог. Слушай, у меня застревает она, если ехать прям по этой, по дороге. Если что, тоже. По колее. Итак, в общем, как-то раз мы находились рядом с одним ночным клубом. Найт клуб. Я думал, ты что скажешь, в кладбище. Начинаю. Вот. И, в общем, ну там, как обычно, пареньки на нормальных тачках пытаются подцепить девчонок, которые выходят с клуба. Или просто пацанчики выходят из клуба с девчонкой. Бухенькие, да? Да, пытаются их посадить в тачку, но девчонки, как бы, ну, не особо хотят. То есть, еще недостаточно бухенькие они. То есть, они хотят еще... Или машину хотят подороже, или еще подбухнуть немного хотят. Как бы, ну, типа не тот кавалер. Так, мы продолжаем вот это синхронное плавание, да? У меня тоже здесь дырого куда-то идет. А у меня асфальт начался. У меня колея такая дикая просто. И тут в один момент среди Мерседесов, БМВ и Порше подъезжает мужик. Нет, подъезжает мужик на черной шестерке. Черная тонированная шестерка, просто на обычных дискачах, без всего. Музыка там орет. Из нее выходит мужик. Ну, такой, ну, обычный мужик. Вот прям вот вообще обычный мужик. Заходит в Найт Клаб. Выходит оттуда с тремя телочками, просто всех вот так обнимая. Ну, с одной стороны там одна, с другой стороны две. Обнимает всех телочек. Рассаживает по своей шахе и уезжает. И просто у всех пацанов на бумерах, на Мерсах, на Поршах. Вот так вот челюсть так, оп, до пола. Они смотрят на это. И мы как бы тоже смотрим на это. И офигели прям. Так что так, ребята. Не всегда тачка решает, поэтому... Что там за стройка слева? Поэтому двинарь, двинарь решает. Там город, а не стройка. А, город? Да. Боже, у меня вообще не поворачивает. Город сказка, город меч... Ни хрена себе тут летаешь ты. Так у меня вообще не поворачивает. То есть, понял, такое ощущение, будто я лечу 200, чтобы повернуть руль невозможно. Я вижу, кстати, что колеса у тебя поворачиваются, а тачка нет. Проблемость вообще... А попробуй ручеником заправлять. Может, у тебя она дрифтит как бы неплохо. С ручника, там, с клоча. Я промолчу. Да? Предлагаю луч об стену ее ударить. То есть, все действительно плохо. Ну, как сказать, машина выглядит прикольно. Едет, максималка тоже хорошая. Но, как она управляется, как она тормозит, это просто... Не, вот понимаешь, у тебя на видео япанофилы и любители прулей, они скажут, что ты кусок говна, потому что Марк, он должен валить, он валит. Это супер-мега-тачка. А у меня, я легко могу сказать, что BMW говно. У меня BMW, если что. BMW говно и все, все обосновано. То есть, мои все слова обоснованы. Твои слова обоснованы на моем ролике. А вот на твоем ролике к тебе какие-то предъявления. Понимаете, Михалыч сказал, что он видит BMW, поэтому я проникся этим. И я думаю сам, что я еду на BMW. А, то есть, все из-за того, что я тебе сказал, да? Да, поэтому сразу машина в моих глазах опустилась. Понимаете? Обросла такими вонючими какашками. Да. Коричневыми. Коричневыми, такими потеками. Фу, господи, это ужасно. С мухами. Пожалуй, не буду подъезжать к тебе близко. Светофор есть, первый светофор в городе. У меня есть голод. У меня этот самый, как называется. Да я не мылся уже месяц. У меня в животе урчит. А я думал, тебе воду так и не включили. На самом деле нет. Не включили. Да, месяц не мылся. Просто я уезжал, перекрыл краны и забыл, что их перекрыл. Думал, воды нет. Бывает такое в жизни. Ты понимаешь, что, как бы, ну, я не знаю, уже серия к концу подходит, а мы еще машины не разбили. У меня целенькая до сих пор. Такая тогда поехать влево и просто проехать на полном ходу через лес. Так ты вправо поехал. А, ну, вправо. Ну, блин. Был, ладно. У меня такие скидрифт только что произошел. Я не знаю, что делать, у тебя там одни колеса. Это ж помнишь, вот, пробовал ты в андеграунде первом менять машины, чтобы там соперникам поставить трафик вместо там всяких там хон, там, скайликов. Нет, не пробовал. Я, короче, так пробовал, таксишки пробовал ставить, короче, этим. Типа, чтобы машина хорошо, типа, желтенькая такая была, чтобы хорошо выделялась. И, короче, из клюка машина только колеса вместе с суппортами катались по трассе. Причем, почему-то у трафика. То есть ты едешь, и раз такой трафик вылетает. Кобы. Ох! Нормально. Нормально вот тут, да? Шума наделали. Я, честно, даже не знал, где мы сейчас. А, если честно, тоже у меня аж игра тормозить начала. У меня тоже что-то здесь тормаживает немного. Оптимизация бешеная. Ты верти в разные стороны, тогда будет нормально. Мышку вот так верти. А, я понял, как кодгейм, да? Ох, я в ДТП попал из-за этого. Слушай, ну у меня до сих пор тачка целая. Я не знаю, как ее разбить вообще. Я камерой крутил, куда-то вылетел с дороги, и все, уже готово. Ё-моё, я человека сбил. И он бампер мне покоцал. Нужно добить его. Михалыч, только не на вечный огонь, а то тебя обосрут. Это не вечный. А, вечный огонь, черт. Простите, ребят, я не видел. Это не вечный. Я не буду заезжать. Как бы вот, для фоточки просто. Для форточки. Слушай, а можно туда встать в огонь? Да, только не ссы в него, иначе тебя обосутся. О! Провалился. Это чтобы попасть туда на летающую тарелку, это подсторонние изменения. Черт, подожди, а мне сейчас что-то залагало. Я думал, ты сказал про летающую тарелку, а мне залагал, я... А че там Фрося, кстати, писал где-то, что вот, типа, все эти тарелки, которые телевизионные, спутниковые, говорят, они все направлены вот на эту хреновину, говорит, и надо разгадать эту загадку. Я не знаю, у меня пердак горит. О! Посмотри, прямо жопа горит. Блин, Михалыч, нет, не делай этого, честно! Я хотел тебя на пердак нассать, понимаешь? Пока ты там стоял, он тебя горел. А ты отошел, пока анимацию прописал. Смотри, Гапан бежит, предлагаю разобраться. Предлагаю, Вабас. Стой, Гапан! Ни хрена, он прыгнул. Шмак Касси. А это кто такой? Стас Борецкий? Посмотри, смотри, у него штаны порванные. Он зацепился штанами, ты видел? Видишь, как они у него торчат? Нет, у меня сейчас не торчат, они... Или это у него такой большой? Они торчали, когда он зацепился жопой за забор. А он именно повис на штанах. Это кто? Ты чё, чертила? А ну-ка, а ну сдресни! Предлагаю обоссать его. Иди сюда! Ты чё, засранец! Мадефака! О, вертолёт читает. Иди сюда! Иди сюда! Предлагай убить его. Обсакай, обсакай его! Обсакай! О, заводится! Давай, дави! А кого ты задавил-то? А как ты... Откуда он взялся здесь? Он откуда-то выскочил. Дави его нахер! Ты меня ударила, она заглохла! Она не заводится! Не заводится? Мигалыч! А-а-а-а! Кулакай меня! Блин! Не заводится! А, нормально, едем! Михалыч, я тебя не давлю, не? Да блин, я второй раз в румях кикнет сейчас. Не делай так больше. Да чтоб тебя! Зачё она такая медленная? Это кто? Коп бежит или кто это? Какой-то парень. Или вояка. Слушай, вот он, вот он, вот он, бежит за тачкой. Я его сейчас нашпигую кулаками своими. Сейчас я накормлю его. Подожди. Иди сюда! Давай, иди сюда! Давай сюда, иди! Слушай, ну чё-то я не знаю, у меня пинг какой-то дикий прямо. Я не знаю, у меня какое-то торможение дикое. Да-да-да, всё чё-то как-то, ну я не знаю. Фризится почему-то иногда игра. Но она не на 100% фризится, она какое-то прям это, я не знаю. Ну, как будто просадки жёсткие в FPS, хотя по FPS всё нормально. Наверное, то же самое. Фрабс, по крайней мере, стабилен в своих показаниях. Скачет там то 30, то 60, то 100, то 10. Но ближе к 10 постоянно, да? Да, но сейчас 28 показывает. Где-то чё? И у меня 28 показывает. То есть, понимаешь, нет смысла платить больше, нет смысла покупать 1080. Да, если один хрен... Всё равно 28 FPS, да. Коу вложит. Ну, сейчас 46, 45, 32, 27, 25, 36. Ну, вот дёргани какие-то есть, да, у тебя? Какое-то говно просто. Может, потому что Жигули? Блин, ты на Жигули не гонит. Пацанская тачка, мы видишь, как два пацана. Да, то же самое было. Блин, жутко просто. Чё это за херня? Он прям дёргается. Ох, слушай, так у тебя реально валющее боком. Дристерская. Все купить хату, мы тут никогда не жили. Или тут нечего? Смотри, кто феррари стоит. Давай-ка... Да, 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 погнали к феррари, сейчас посмотрим, чья это она. О, чувак, смотри, машина на голове. Сейчас мы вас объём. А, у меня нормально у него машина. Ой. Давай заберём тачку. Сейчас Никитка, смотри, кикнет за то, что он стоит на капоте. А он в авке его не кикнет. Блин, закрыта тачка у него. Феррари. А феррари мы сможем что-нибудь сделать, нет? Не знаю. Михалыч, можешь садиться за руль. Чёрт. Красивая красная феррари. Можем только обоссать её, но я не хочу обсыкать её. Она красивая, нечего обсыкать её. Мне нечем обсыкать её. Попить надо, да? Да. Пошли в хату к нему, залезем. К кому? К феррористу? К феррористу, к этому. Давай попробуем. Дом закрыт. В колодец можно прыгнуть? Так вот здесь же у него хата, у него здесь мини-домик. Тачка заведена. Дом закрыт. Какая тачка заведена? БМВ? Да, он дымит что-то. Да это я ушаталый. А где ты? Я тебя потерял. Надо с нейтрухой. Не, я тут стою. Так она реально, дымок с ней идёт. Ладно, давай. Сделай последний путь. Двенашки. Давай, давай. Сейчас сделаем. Ты готов? Ты успел помолиться? Михалыч, только не топи, а то на следующую серию пешком придётся идти в салон. Да ладно. У меня что, убитая машина? Ну ладно, механиков подождём. Блин, ну ты прям это обломил. Я думал, сейчас красивый прыжок с Верой сделать. Прыжок с Верой. Ну можно и без Веры, главное прыжок сделать красивый. Ну давай, ладно. Чёрт с ним. Да нормально всё будет. Ремонтируемся. Не очкуйся, я сто раз так делал. После этой фразы мне почему-то стало не по себе. Да ты нормально, не очкуйся. Чёрт, она заглохла! Капитан тонет с кораблём? Капитан тонет с кораблём. Капитан Тони. Знаешь, нормально в ней. О, смотри, жопа, говно всплывает. Там говна много в жопе. Это ты пукаешь просто слишком обильно. Пузыри выходят. А ты нет? Нет, я же капитан. Мы смотрим друг на друга, посмотри. Ты посмотри, дно бездонное. Мы падаем. Как думаешь, успеем ко дну упасть, нет? Я не знаю, меня чат не включен, поэтому у меня жизни не видно. Так, а я... Она чё-то не заводится больше. А вот завелась. О! Смотри-ка, я могу управлять ей. Нормально, это походная лодка. Блин, ништяк. Вот, темно стало, ночь наступила. А у меня фара включена, нормально ещё. Не, я не вижу фара. А, ни одна фара ещё есть. Да. Мы как терминатор, который погружается в лаву. Слушай, тут уже стена пошла какими-то этими полосками. Смотри на стену. Так она и была такая или нет? Нет. Надо двигаться начать. По-моему, успеем, смотри. Успеваем. У меня ещё есть жизни. У меня, я не знаю, но... Блин, короче, заводи, нужно ехать. Давай. Она заведена у меня. Воу! Мы погрузились в дерьмо. Опа. Мы тонем в дерьме. И мы продолжим... Тонем, тонем. А, я думал, может, мы просто уже... Блин, всё, жизнь... Мы сдохли, всё. Чёрт. Я позже сдох. Обидно. У меня дыхалка больше развита. Дыхалка. Ну что, заканчивать? Да, будем заканчивать. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, подписываться на наши каналы. Все ссылочки вы найдёте в описании. А с вами был Алекс и Механик. И всем пока. Пока-пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok